Она меня устраивает. Скажет, там убрать что или что. Даже не спрашивая. Приходит, сразу за швабру берет, начинает убираться. И говоришь, хватит, каждый день не надо мыть. Нет, все равно убирает. Кушать, готовит, кормит. Вместе сидим, чай пьем, кофе. Так трепетный Халида Хайдарова отзывается о своей помощнице. В прошлом году женщина пережила инсульт. Этим летом ей ампутировали ногу. Сейчас Халида Хакимовна – инвалид первой группы. Вот уже три месяца социальный работник Анастасия Деева неразлучна со своей подопечной. Вымыть пол, приготовить обед и, если нужно, вызвать врача. С этими обязанностями Настя справляется ежедневно. Ее рабочий день начинается в 8 утра. Почти весь день она проводит вместе с Халидой Хакимовной. С утра я прихожу, начинаю убираться, кушать и готовить. Мы смотрим фильмы, общаемся. За чаем хозяйка рассказывает Насте о своей молодости и даже учит ее татарскому. Меня Хальдапа спрашивает, как я дошла до дома, как у меня дома дела. Я у нее спрашиваю, как и спалось. Мы познакомились благодаря моей начальнице, получается, с Ире Азгатовне, которая работает в соцзащите. Она меня направила к ней и сказала, что нужно с ней поработать, ухаживать за ней. Главное в такой работе – это дарить заботу и внимание тем, кто находится рядом. Так считает Анастасия. Чем больше ты удивляешь человеку внимания, тем он старается больше жить, радоваться всему. Это для меня то, что Хальдапа каждый день улыбается. Я ухожу за бабушкой, на меня такая ответственность лежит. Сиделка проводят с подопечным до 7 дней в неделю и от 4 до 12 часов в день. Проект сиделка пилотный. В Татарстане он начал работать в рамках проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Чтобы стать его участником, жители Альметьевского района должны обратиться в центр опека. За них это могут сделать и доверенные лица.